Ну что, мы просыпаемся в 6 утра, потому что приходится возить ребенка в садик. Для маленькой Ани каждый поход в детский сад – настоящее испытание. Машины в семье нет, поэтому сборы начинаются раньше, чем у остальных. Подожди, сейчас мамочка оденется. Пойдем. Мама с дочкой в своей проблеме не одиноки. По дороге Аня каждый день встречает сверстников, для которых дорога в детский сад стала непривычно длинной. У меня двое детей. Мне очень неудобно одного проводить в школу, другой скоро пойдет в садик. Во-первых, в автобусах очень много ездит больных людей в осенний период. И я очень переживаю, если мои дети будут болеть. У нас раньше здесь был детский сад. У нас была школа номер 59, которую закрыли, на которой у нас не было денег. Ремонт нам говорили, что дети не набираются, значит здание в аварийном состоянии. Так не должно быть. Мне кажется, в каждом населенном пункте должен быть свой детский сад. Кроме детских учреждений, по словам родителей, в поселке нет никакой возможности хоть где-то погулять с ребенком. Время развлечений мы проводим так. Либо ходим на Волгу, так как мы живем у черты Волги, кидать камушки туда. Либо мы ходим на железную дорогу смотреть, как ездят поезда. Анин детский сад находится в шести остановках от дома. Мама возит ее на Гладилово. Остальные ездят еще дальше, на парк Петрово и Фрунзе. Мы каждый день ездим на автобусе. Это очень некомфортно. Скоро зима, холодно. Ребенок устает. Вот такой большой поселок. Для детей никаких условий нет. Ни детской площадки, ни детсада нет, ни школы нет. Мы по всему району ищем, куда бы детей отдать в садик. Это очень большая проблема. В поселке Игумнова проживает около 3,5 тысяч человек. В администрации района сегодня заявили, что о проблеме знают и занимаются ее решением. Не все зависит от администрации. То есть есть и должны быть республиканские программы или федеральные программы, по которым мы сможем включить или построить детские сады и те же самые школы. То есть на сегодняшний день пока республиканская программа постройки детских садов не запланирована. То есть мы со своей стороны обращение подготовим в адрес Министерства образования для того, чтобы выйти с ходатайством, чтобы в поселке Игумнова появился детский садик. Для того, чтобы администрация района могла обратиться в Министерство образования, они просят жителей поселка составить коллективное обращение к ним, а потом уже идти дальше. Екатерина Нерушкина, Игумнова Замудинова, Дмитрий Рыженко и Владимир Ладушкин. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города. В жизни каждого.